Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школы Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролог и практик. Сегодня мы с вами продолжаем гадать на Ведьмином Таро, на Колдовском Таро, Элен Дуган. И тема такая. Что желает от вас получить загаданный человек? Почему такая тема возникла? Потому что многие задаются этим вопросом на индивидуальных раскладах. А что человеку вообще надо? Что-то он от меня именно получить-то хочет. И мы с вами сейчас будем смотреть. У нас будет 5 позиций по одной карте, которые, возможно, придется докладывать. Что человек желает получить от вас. Именно получить. И пока я выкладываю карты, я вас приглашаю на индивидуальные расклады, а также на консультации по ясновидению и на ритуалы. Пишите мне в вайбер, ватсап, вконтакте, в инстаграм, в телеграм. Я вам отвечу. Сообщу все свои условия консультации и цены. И мы с вами поработаем. Также напоминаю, что у меня есть несколько форматов консультаций. Это аудиосвязь, то есть по телефону. Это видеосвязь. Это голосовые сообщения, что чаще всего используются. И также это даже можно текстом. И так все эти форматы есть как на ясновидение, так и на расклады. Ну, давайте раскладывать наши камушки. Вот первая позиция. Это будет цитрин. Цитрин. Вот сегодня у нас небольшие образцы камней. Дальше я решила. Вот будет волосатик. Это кварц волосатик. Ну, настолько он шикарный. Хоть и небольшой. Смотрите. Так, это вторая позиция. Третья. Это у нас черный турмалин. Такой вот. Видите, как он выглядит. Черный турмалин. Дальше нефрит. Посмотрите. Это нефрит. Кусочек нефрита. И последнее. Это у нас, естественно, янтарь. Сто лет мы его нигде на позицию не выкладывали. Ну, невероятно. Красивый камень. Это даже не камень, а смола. Вот такие у нас сегодня позиции. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая. Выбирайте, вот какой камушек по душе. Либо позицию выбирайте по номеру. И напоминаю, что видео актуально в тот момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Так, давайте я немножко камеру сделаю, чтобы вам было все-таки получше видно позиции. Вот так. И вы можете выбирать как одну позицию, так и несколько. Или загадывать несколько человек. Мы начинаем. Для тех, кто выбрал первую позицию, наш замечательный. Цитрин. Посмотрите, ну как же он. Интересно выглядит, да? Цитрин. Что от вас хочет, желает получить? Загаданный человек. Шестерка кубков. В данный момент этот человек хочет от вас любви. Настоящей, чистой, искренней любви. И то, как вы к нему относились раньше. Может быть, этот человек через ваши отношения хочет повторить свои какие-то отношения из прошлого. Ищет в вас первую любовь, какую-то историю, которую запечатлел из прошлого. Хочет эту историю восстановить через ваши отношения. Но чаще всего шестерка кубков показывает, что человек зациклен на том, что у вас было в начале отношений или в прошлом в отношениях. Как вы к нему хорошо, может быть, даже по-детски наивно относились. То есть, что вы этого человека, может быть, не знаю, боготворили. Или не требовали от него ничего, да? Или очень романтично. Вот прям вздохи вот эти, знаете, вот такой трепет. Когда люди только начинают. Когда у людей страсть друг к другу. Когда поцелуи, объятия. Вот этот вот мандраж такой, да, перед свиданием. Вот у человека, мне кажется, вот это все внутри бурлит. И очень большое желание, чтобы вот так было. Я хочу, чтобы так было. Я хочу, чтобы мы опять, там, не знаю, за ручку ходили. В кинотеатр ходили. Там, в кафе. Или дома проводили вечера там романтические, со свечами. Пусть даже мы телевизор посмотрим, но вот вместе. Чтобы мы вместе там лежали на кровати. Чтобы мы обнимались. Чтобы все вот было вот так. Вот прям человеку очень этого хочется. От вас. Человек зациклен на этом. Человеку не хватает в отношениях романтики. То есть, он хотел бы, этот человек, любви, как раньше. Вот так прям. Это его желание основное. Что он хочет получить? Да любовь он хочет получить. Эмоции позитивные хочет получить. Выгоды никакой в отношениях. Я здесь, конечно, не вижу вообще, в принципе, да. Ну, мы же проверяем все равно. Но я точно знаю, что этот человек вот хочет именно чувствовать вас. Таких. Чтобы, может быть, вы его даже как-то воодушевили, да. Больше им восхищались. Смотрели, как раньше, там, блестящими, большими глазами. Давайте еще карту достанем. Король кубков. Видите? Кубки. Чувства, эмоции. Человеку эмоции нужны. Приятные. Неприятные не надо. Человеку хотелось бы, чтобы просто был этот вот шквал, океан приятных любовных эмоций романтических. В принципе, если он это всего, вот этого всего от вас хочет, ясное дело, что человек вас любит. Правильно? Но все-таки давайте проверим, вот что он к вам чувствует, этот человек на сегодня. Солнце. Этот человек обожает вас. Прям вот очень любит вас. Хотел бы вернуть что-то вот между вами. Такое светлое, хорошее, да, как мы видим по шестерке кубков. Чтобы вы вот так вместе сидели, да, чувствую. У человека очень много чувств и любовь к вам такая. Вот она прям всепоглощающая, светлая такая, чистая любовь. Или, может быть, недавно возникшая искра по солнцу, да, луч света, да, который в темном царстве появился. Или просто вот человек, вот он вас, в принципе, от души любит. И, конечно, это очень хорошие карты. Поэтому чего желает, чего он хочет от вас получить, только любовь. Нет здесь никакой корысти, никакого предвзятого отношения. Те, кто вытянул первую позицию и взяли цитрин, не зря вы этот камень взяли, да. Вы хотели получить спокойствие такое жизненное и солнце, вот кусочек солнца. И я думаю, что вы получили, потому что вот оно. Вот оно, наше солнышко, да. Ну, давайте идем дальше. Идем дальше. Вторая позиция, наш волосатик. Ну, как же я в него влюбилась, когда впервые его увидела. Вы даже представить себе не можете. Давайте смотреть. Что желает получить от вас загаданный человек? Семерка кубков. Сам не знает, чего хочет. Сам не знает, иллюзии строит. Вы знаете, почему строят иллюзии? Я объясню. Есть такие люди, которые находятся, когда в отношениях, они придумывают партнерши, партнеру. Те качества, которых у них вообще в принципе нет. Ну, вот фантазируют. Очень много человек воображает, фантазируют. Чаще всего, если честно, о сексе. Вот. И, конечно, вот эта карта, она здесь показывает, что, во-первых, человек что-то напридумывал, нафантазировал по поводу вас, да. И того хочу, и этого хочу, и пятого, и десятого я от тебя хочу, да. И сам не знаю, что я хочу больше, что меньше получить от тебя. И больше всего это фантазии эротические, конечно. Я бы хотел таких вот вещей там вместе испытать, других вот разнообразных вещей. То есть какое-то разнообразие. Вот чаще всего семерка кубков показывает сексуальное разнообразие, да. Но также, конечно, человек сейчас несколько запутался, я бы сказала, в отношениях. Этот человек, вы знаете, он такой вот немножко воздушный. Он такой немножко на верхних чакрах живет. Он считает, может быть, себя несколько духовно развитым, но я бы сказала, он плавает в жизни в облаках, витает. А особенно он витает в облаках по поводу ваших отношений. Вот что у него есть какие-то мечты, и эти мечты обязательно осуществятся, хотя поводов логических, допустим, у него для этого совершенно никаких нет. Еще карту достаем, видите, двойка пентаклей. Что-то он не может определиться по поводу ваших отношений. Ему бы хотелось сделать выбор. Но когда человеку хочется сделать выбор, что он хочет от партнера или партнерши, что он желает получить? Определенность. Вот чтобы этого человека взяли и определили. Чтобы ему расставили какие-то точки над «и», потому что он не умеет делать правильный выбор. И он бы тогда определился и сделал выбор. Ну, буквально, чтобы вы были лидером в отношениях, да? Вот человеку этого бы хотелось получить от вас. Что у него одни какие-то инфантильные фантазии, а вы бы его раз и определили, да? Раз бы ему что-то там жесткое уже такое, четкое сказали по поводу отношений. Потому что сам-то он вот не может сделать свой выбор правильно. Чувства этого человека к вам. Ух ты, королева мечей падает. Вы знаете, королева мечей – это карта закрытого сердца. Но не просто закрытого сердца. А еще тут вмешивается какая-то женщина явно в отношениях. Человек не может, скорее всего, сделать выбор между вами и кем-то еще. Может такое быть, а может быть и не так. Вы знаете, королева мечей – это человек-логик. То есть он может испытывать к вам чувства, но при этом все время искать какой-то подвох в отношениях. Иногда люди не хотят определиться, не могут определиться в отношениях, пытаясь что-то придумать. Именно потому, что они, по сути, боятся вступить в эти отношения по-настоящему. То есть слишком много думает человек. Вот здесь раздумья у него действительно превалируют. То он мечтает, то он начинает логически предполагать, что вы, допустим, можете оттолкнуть его при каких-то предложениях, даже этих сексуальных и так далее. То есть человек имеет какой-то блок на сердечной чакре, блок в сердце. И ему очень сложно вообще, в принципе, строить нормальные отношения. Видно, что он о вас мечтает. Вот прям есть такой момент, особенно в сексуальном плане. Но для того, чтобы мечты превратить в настоящее, чтобы они все были на практике реализованы, нужно что-то сделать. Но тут у человека тут же в сердце включается королева мечей. Меня все равно оттолкнут. Как только он хочет с вами реализовать все то, о чем он мечтает, он натыкается на свои же блоки, страхи. И начинается вот это вот какое-то отстранение, что ли, переживание. Если же кто-то вмешивается в ваши отношения, то человек буквально хочет вести с вами отношения, но не знает, как сделать выбор. То есть вот есть и вы, и другой человек в душе. Давайте еще карту. Повешенный. Видите, если у вас есть соперница, допустим, да, если вы женщина гадаете на мужчину, у вас есть соперница, допустим, да, повешенный говорит, что эта соперница держит загаданного человека в каких-то рамках, в подвешенном состоянии. Он считает себя жертвой в их отношениях. И чтобы с вами реализовать все свои фантазии, человек должен сделать решительные шаги и считать, что она ему эти шаги блокирует. Либо он сам блокирует себе шаги, если ее нет никакой соперницы, да, и страха строить правильно, вот именно в личном плане отношения, уже там вживую друг с другом и так далее. Вот такая вот вторая позиция. Третья позиция. Что вот он от вас хочет получить, чего желает? Наш турмалин. Смотрим. Отшельник. Ну, турмалин и отшельник, да, очень даже сочетаются. Вот интересно. Камень выпал именно духовного развития, камень колдуна, да, то есть когда человек-маг. И тут тоже выпал отшельник, очень похожий на черного мага. Смотрите. Отшельник – это карта, которая показывает, что человек в одно время очень залип на ваших отношениях. Очень залип. И начал быть зависимым от этих отношений. И единственное его желание – это перестать быть зависимым. То есть такой есть момент сильной привязанности душевной, когда человек не может буквально не думать о вас, не мечтать о вас, не смотреть, допустим, даже на ситуации с вашей стороны и со своей стороны одновременно и так далее. То есть у человека бзик, бзик, и он из-за этого может даже отстраняться, чтобы пытаться освободиться, потому что понимает, так зависать ни на ком, ни на чем нельзя. То есть у него пошло вот такое осознание, да. То есть единственное, что он желает получить – свободу, по сути, да, свободу. Умеренность показывает здесь, что человек может делать паузы в отношениях, быть в тишине, стараться каким-то образом мириться с вашими недостатками, но в то же время помалкивать. Вот как-то, знаете, такие карты-то интересные падают. Они вроде два старших аркана. Человеку важны ваши отношения, да. Но насколько они ему важны, настолько ему важно сохранить свою личность. И эта личность сейчас нуждается именно в свободе и в том, чтобы медлить в развитии отношений, и в том, чтобы хорошо все обдумать. Дайте обдумать этому человеку. Дайте. Ему нужно время. Вот так могу сказать. Давайте смотреть чувства этого человека к вам. Тройка кубков. Этот человек вас любит. У него есть к вам чувства. Я вам уже говорила, что он слишком залип на вас. То есть он испытывает на самом деле большое счастье, что вас когда-то встретил. Но проблема именно в том, что этот человек на самом деле боится быть зависимым. Боится, чтобы так душевно привязаться, что вот все уже не отлипнуть никогда. Боится потерять свою личность. Давайте смотреть еще карту. Я хочу. Император. Видите, человеку трудно терять свой трон, свое положение какое-то. Может, семейное даже положение. Вот свой какой-то жизненный успех, устой, уклад, не знаю. Менять свои жизненные привычки. Этому человеку он может быть зрелой душой. Нужно время для того, чтобы вот как-то в плане ваших отношений вообще определиться. Он в принципе-то определен. Он просто знает, что ему бы хотелось именно вот такого формата, чтобы не потерять себя. Вот такая позиция. Так, турмалин в сторону. Смотрим нефрит. Четвертая позиция, да. Что человек желает от вас получить? Четверка пентаклей. Четверка пентаклей – это карта человека, который жадный на чувства, на энергию и на деньги. Что желает получить? Здесь может быть корыстный интерес даже у человека. Давайте дополнять. Может даже быть корыстный интерес от вас. Представляете? Это низко, конечно. Низко. Давайте смотреть, действительно ли корыстный интерес тут есть. Паш Мечей. Человек никому не доверяет. Ему бы, возможно, хотелось вам доверять, но он не может. Здесь может быть корыстный интерес, потому что Паш Мечей очень хитрый плут. И мы понимаем здесь, что корыстный интерес, откуда он возникает? От желания жить хорошо и стабильно, да? Но при этом вам человек не доверяет, никому не доверяет. Этот человек когда-то получил серьезные в жизни психологические травмы. Его сердце закрыто. Вы ему интересны, как личность, но больше ему интересно, не знаю, как будто бы использовать других людей. В чем-то, да? В чем-то использовать именно. Есть момент использования здесь. Есть момент того, что человек ни себя не любит, ни других. Но жаден на ресурсы. Я вам могу так сказать. Давайте смотреть, чувствую его к вам. Тут Жезлов. Интерес есть. Даже есть страсть, даже вот увлеченность. Но вот как будто вот эти карты две. Мне не нравится, что он желает получить. Вроде как выгоду какую-то, да? Давайте еще уточним. Пятерка Пентакли. Этот человек имеет большие финансовые проблемы. И кроме того, что он вовлечен вами в сексуальном плане, он хочет решить через вас как-то свои финансовые проблемы. К сожалению, я бы не хотела никому никогда в жизни ни на индивидуальных раскладах, ни здесь говорить таких вещей. Может быть, такие вещи. Может быть, вы выбрали не свою позицию. Такое тоже бывает. Ну, такая позиция номер четыре. Позиция номер пять. Янтарик. Что бы хотел от вас получить? Загаданный человек. Что бы он желал от вас получить? Давай смотреть. Рыцарь Жезлов. Ну, рыцарь Жезлов показывает, что этот человек желал бы от вас получить легких отношений. Ну, именно чтобы вы его поддержали в сексуальном плане, восхищались бы им его мужественностью, если это мужчина. Если женщина, ее сексуальностью. И так же в плане мужчины, его харизмой, мужественностью, чтобы вы в нем видели вот кого-то, вот кого вы прям обожаете. Человек хотел бы восхищения от вас, какой он красивый, сексуальный, приятный, там, я не знаю. Человеку явно не хватает в жизни внимания. Или хватает, но ему надо еще, еще и еще. Здесь нужно ваше внимание. Что бы он хотел получить? Внимание. Внимание, восхищение, комплименты. И легкие, возможно, легкие, больше всего, да, отношения, сексуальные. Давайте смотреть еще. Жрец. Жрец, хорошо. Человек, смотрите как, он сейчас очень хочет внимания, да, но, по крайней мере, он рассматривает на будущее, чтобы с вами перейти в серьезные отношения. Сейчас хочет легких, сейчас хочет сексуальных, сейчас хочет получить ваше внимание, да. Но понимать, что если все пойдет в отношениях хорошо, вы друг друга понимаете, вы друг с другом найдете общий язык, вот так, то я рассматриваю на будущее серьезные отношения. Но не знаю, насколько я приму это решение, правильно или неправильно, и вообще смогу ли я его принять. Но, по крайней мере, сейчас я понимаю, что если все пойдет хорошо, мы завяжем наши серьезные отношения, да, вот так вот прям. Что чувствует этот человек, король жезлов, очень сильные чувства, интерес, страсть, и опять же, видите, какая у него вот прям ухмылочка, да, какой у него вид, вот прям флиртуна такого. Много огня у человека в душе, по поводу вас много страсти, жезл у него прям цветочками цветет в обоих случаях, да, и мы понимаем, что больше всего это именно сексуальная энергия. Интерес есть, чувства очень сильные есть, но больше всего именно сексуальная энергия. Здесь, да, человек по иерофанту может, как говорится, очень хотеть открыть ваше сердежко, да, как говорят, добраться до самой сути, до естества, и чтобы даже открыть свое сердечко вам, или сердежко, да, как говорят. Вот, но знает, что это все идет поэтапно, что не все сразу. Видите, правосудие выпадает. То есть, несерьезная карта, серьезная, несерьезная, серьезная, да. То есть, видно, что готов перейти потом дальше, если все будет хорошо. Ну, вот такие у нас были пять позиций. Всем спасибо за внимание, жду ваших комментариев по данному видео. Приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению и на ритуалы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, пишите комментарии и до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok